князь мстислав владимирович великий правление 1125 1132 годы 19 мая 1125 года умер князь владимир мономах после себя он оставил пятерых сыновей старший мстислав унаследовал киевский престол другие сыновья великого владимира мономаха взяли в управление прочие уделы руси ярополк отправился княжить переяславль андрей во владимир волынский вячеслав фтуров а георгий отправился в создать князь мстислав владимирович так определил уезды для правления своим сыновьям изоцлаву курск а ростиславу смоленск мстислав владимирович еще при жизни великого отца своего прославил свое имя славными победами а также мудрыми решениями это был достойный сын своего отца который к сожалению правил не слишком долго 1127 год для руси ознаменовался еще одной внутренней войной которую на сей раз начал всеволод ольгович он захватил наследный город князя ярослава чернигов мстислав владимирович был вынужден вмешаться встав на сторону ярослава и отбил чернигов всеволод узнав о деяниях мстислава воспользовался тем же оружием которым организовывал междоусобные войны его отец половецкими войсками всеволод нанял около 7 тысяч половцев для войны мстислава подойдя к чернигову половецкие войска остановились и отправили в город послов которые должны были уговорить князя черниговского отдать город всеволоду на послы эти были схвачены и брошены в темницу ожидая ответа послов и долго его не получая половцы заподозрили неладные и решив что всеволод их предал ушли из руси великий князь мстислав со своим войском отправился в погоню за варварами войско мстислава гнала полоцев аж за волгу надолго лишив их желания направлять войска на русь киевский правитель был зол на всеволода и хотел наказать его за развязывание войны на тот стал выпрашивать у князя милости и клялся вечной преданности стислав владимирович поверил брату и не стал его наказывать в это же время новая беда случилась на руси владимирка и ростислав володаревы начали войну между собой их вражда носила давний характер на при жизни манамаха они не воевали боялись наказание киевского князя стислав пытался примирить братьев убедить их не начинать войну но не получилось владимирка отправился венгрию откуда вернулся с трехтысячным войском сражение длилось долго но ни к чему не привело оба князя остались при своем продолжение эта война не имела поскольку киевский князь буквально требовал от володарев мира и приказал им править своими уделами в противном случае мстислав грозил жестоко наказать обоих отдельного внимания заслуживает огромная беда киевской руси того времени голод в период с 1126 по 1128 года по всей стране начался страшный голод иной тому была сильная жара почти все поля сгорели частое землетрясение солнечное затмение зимой же были страшные морозы которые продолжались почти всю весну известно что 3 апреля 1127 года почти на всей территории руси лежал снег в 30 сантиметров много населения погибло от страшного голода 1126 1128 годах величайшим достижением эпохи когда правил князь мстислав владимирович стало свержение полоцкого дома полоцк уже давно провозгласил свою независимость от киева и правил самостоятельно киевский правитель решил вернуть этот удела руси он собрал огромное войско которая состояла из его дружины дружины всех его родных братьев и сыновей это объединенное войско разбила половецкую армию и вернула город под управление киева решал данный правитель и внешние задачи государства нередко воюя с соседями возвращавшись из одного такого литовского похода князь мстислав владимирович умер 15 апреля 1132 года смерть князя мстислава приравниваться к началу раздробленности на руси на это уже другая история